У нас сегодня в гостях Максим Бревда и Леонид Приблуда. Доброго ранка. Максим, я знаю, у вас сейчас есть новый проект, о котором вы писали, «Траса здоровья». Расскажите, пожалуйста, что он из себя представляет, как это все будет происходить. Проект уже проявил все мужи. Мы сейчас буквально на той неделе сделали уже контрольные презентации, потому что полгода подписывали рабочие группы. И с сентября, с дня города, когда сделали первую презентацию, только буквально пару месяцев назад подписали рабочую группу. Официальную, которую подписал мэр для работы. И уже прошло два заседания. Было второе заседание на той неделе. Мы презентовали уже проект, скажем, свои какие-то видения конкретные с дизайнами, с концепциями. То есть не только я, а вся группа ребят, активистов, которые предлагали решение и видение своей ситуации по «Трасе здоровья» в целом по всему парку. И уже презентация прошла. Сейчас ждем следующее заседание уже совместно с властями, чтобы они уже с друг другом пообщались и дальнейшие конкретные шаги решили по реализации. То есть уже выстроили цепочку дальнейших действий. То есть сейчас презентации прошли. Вот ждем сейчас следующего решающего заседания. Ну а что вообще себе представляет «Траса здоровья»? Ну «Траса здоровья» тоже представляла… Я, по-моему, скидывал пару вариантов концепции, как она может выглядеть, получается. «Траса здоровья» – это дорога центральная от начала центрального входа, которая у нас идет, получается, по центральной аллее для всех, скажем, оборудования для всех горожан. То есть с возможностью и побегать, и покататься нормально на велосипедах, и на роликах, и пенсионерам там с возможностью нормально посеять на скамейках. И спортивные зоны, и спортивные площадки там тоже были на тех локациях. То есть есть идея там сделать еще трассу для прохождения на время, там майданчики под тренажеры. Там ребята еще тоже другие представили неплохие классные проекты по поводу там спортивных маленьких городков. Там под такие направления, как паркуры, новый воркаут, объединить все это дело в один большой комплекс, скажем, майданчик такой. Ну, посмотрим. То есть идеи хорошие уже есть. Сейчас будем смотреть, что искать финансирование, что возьмет на себя бюджет, что возьмет на себя бизнес, что возьмет на себя меценаты. И от этого уже будем отталкиваться, как двигаться дальше. То есть предложили идею и ждем реакцию. А где будет находиться этот трасса здоровья? На базе Парка Победы. То есть на базе Парка Победы, да, мы хотим, там есть несколько веток, которые мы хотим сделать. То есть центральная, центральная, вдоль берега, налево и направо будет уходить еще две ветки, будут они закругляться. То есть это основные, скажем так, чтобы сейчас не брать там масштаб большой. То есть это основные ветки. От них уже будем потом делать дальше вести разветвление. Главное начать, сделать кусочек и от него уже дальше вести все. Можно и на Нижний Бамп там, и соединять с сердцем города, и пускать дальше, как в мечтах есть по всему городу, как в больших европейских городах. То есть полностью муниципальный велосипедный транспорт сделать. Ну, начать надо с малого. Ну, то есть планы большие, да, на полеомосте? Ну, планы всегда большие, да. Оздоровить, так сказать, Николай. А в нас, что нам помогали, помогали реализовать, да, или хотя бы не мешали, да. Максим, ну, я знаю, что у вас еще планируется в скором времени соревнование. Расскажите, что это будет за соревнование. Да, мы сейчас сделаем сразу, готовим два турнира. Один турнир, получается, это у нас 2 апреля, областной дворец культуры. Вот, будет огромный чемпионат, то есть Кубок Юговой Украины по бодибилдингу и фитнесу. Аналогичный мы проводили, если не ошибаюсь, осенью, по-моему, в октябре. Только проводили мы его, что называется, концерт-холл юности. Да, концерт-холл юности. Да, у Юрия Тазарачева, мы там проводили это мероприятие. Сейчас хотим сделать его еще более масштабным, еще более большим, потому что ОДК у нас, как бы, находится и в центре города, и огромная посадочная база там у них, и хорошие раздевалки, потому что там есть нюансы, проблемы всегда. Когда много спортсменов, то тяжело их всех собрать и переодеть. А в этот раз у нас едет большая команда, и, скорее всего, если в прошлый раз было там около 100-110 спортсменов, то, возможно, что в этот раз будет около 180-200 спортсменов, потому что едет полностью еще команда Киева, едет команда полностью Одессы, ну, Юг Украины весь тоже участвует. Поэтому надеемся на огромный турнир. Тем более он проходит под патернатом губернатора Алексея Савченко. То есть, и вот хотим реализовать 2 апреля такой масштабный проект. Скоро будет реклама запущена. Плюс на 29-30 мы помогли ребятам и дали на базе своего зала, дали площадку, проведем обратно второй этап уже открытого чемпионата области и по пауэрлифтингу. Тоже проводили его, по-моему, если не ошибаюсь, уже в ноябре или декабре, я уже запутался. Вот, в 2016 году, и сейчас будет второй этап уже тоже там будет, и ребята за заслуги там будут, и кандидат мастера спорта там, выбивать себе на соревнованиях там, кто будет достойным. То есть, вот этих сейчас ближайших 2 проекта именно по турниру и ближайший проект социалки – это «Трасса здоровья». Ну, плюс 11-го мне в Киев, там, на Саму ехать читать лекции по фитнес-индустрии. Поэтому планов много, работы много. Ну, вот, ближайшие. Максим, ну, я знаю, что вы недавно вернулись из Лос-Анджелеса. Какие впечатления? Нет, Лос-Анджелеса не было. А где были? Это Словинского перепутали, Виктора. Это наш товарищ. А где были? Нет, я был на Западной, на Букавеле. Из Букавеля я за границу уже 2 года пока не выезжал. Это мы постоянно сейчас Виктора поддерживаем, наверное, на фоне того, что он в Лос-Анджелесе там сейчас находится, в Америке, наверное, это вы подумали, что я там был. Наверное, и на вас подумали. Да, да. Нет, видите, сейчас там у нас уехали, ну, к которому мы приезжали, наш друг, который сейчас уехал в США, и он там сейчас буквально вот позавчера выиграл бой у мексиканца в Америке, первый свой профессиональный. Все очень переживали и поддерживали его, и молодец, хотим передать ему большой привет и поздравить еще раз с победой, потому что победу он получил в первом профбою, он во втором раунде выиграл нокаутом. Вот, то есть, поэтому буквально мы с ним недавно были у вас, вот сейчас уже парень на мировой арене уже показывает хорошие результаты, и я уверен, что это не первая его победа будет, и желаю ему достойно проявить свой характер и свою страну, и свой город прославить в Америке. И думаю, все будет хорошо. Мы желаем ему удачи. Максим, я знаю, вы сегодня с коллегой, да, фитнес-тренером, тренер Леонид. Ну и капитан команды нашей, да, американского футбола. Я думаю, мы все понимаем, да, важности разогрева мышц перед тренировкой, и хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом нашим зрителям. Значит, разминка мышц перед тренировкой иногда даже важнее, чем сама тренировка, потому что разминка без тренировки допускается, тренировки без разминки нет. Многие люди пренебрегают этим, получают травмы, не достигают желаемого результата, так как мышцы холодные. Холодные мышцы, они выдают достаточно силы, и из-за этого начинаются либо какие-то недостатки в тренировочном процессе, либо травмы. Также очень важна заминка после тренировки, опять-таки. То есть мышцы выполнили какую-то работу, их нужно растянуть, их нужно подготовить к отдыху. А вот так называемая кардионагрузка, да, вот иногда берут тоже на разогрев, она подходит? Да, конечно, но смотря какая, то есть опять-таки с умом, не нужно выходить перед тренировкой, бежать 40 минут со скоростью 20 км в час и думать, что чем быстрее и больше бегать, тем лучше можно разогреться. То есть если это беговая дорожка, буквально 10 минут под уклоном даже ходьбы будет достаточно для того, чтобы разогреть там нижний пояс, да. Арбитрек отлично подходит для разминки. Но опять-таки одним арбитреком или беговой ограничиться нельзя, то есть обязательно нужна разминка, растяжка и только потом приступать к нагрузкам. То есть сначала разминка, потом растяжка, да, чтобы мышцы расстанавливать? Конечно, конечно. То есть мы разогреваем суставы, разогреваем мышцы, и только когда мышца уже разогрета, можно ее тянуть. Когда мышца холодная, она напоминает жвачку на морозе. То есть жвачка на морозе, она лопается. Вот так же и мышца холодная. Если ей сразу дать нагрузку или тянуть ее, она может повредиться. Если она разогретая, она растягивается, и то есть готова выполнять работу. Ну, спасибо вам за рекомендации. Но парни пришли к нам не только с разговорами, а еще и с полезным сюрпризом для всех наших телезрителей. Сейчас я продемонстрирую вам комплекс общей разминки. Начинаем с головы. Первое. Наклоны влево-вправо по 10 раз в каждую сторону. Теперь вперед-назад по 10 раз. Теперь повороты головы влево-вправо. Тоже 10 раз. Закончили шеи, теперь переходим на плечевой пояс. Первое. Вращение в плечевом поясе. 10 вращений вперед, 10 вращений назад. Есть. Теперь вращение в локтевом поясе. В локтевом составе 10 вперед, 10 назад. Разогрев плечевого и локтевого состава очень важен при любых жимовых движениях. Теперь опускаемся ниже, переходим на тазобедренный сустав. Наклоны по 10 вперед, 10 назад. Стараемся держать ровную спину. Хорошо. Наклоны влево-вправо по 10. Закончили. Теперь вращение 10 по часовой стрелке, 10 против часовой. При выполнении базовых движений, таких как присед и тяга, разминка тазобедренного сустава наиболее важна, так как он подвигается с самой большой нагрузки. Теперь опускаемся ниже. 10 вращений согнутой ноги в тазобедренном суставе. Поехали. 10 наружу. 10 внутрь. Вторая нога. Хорошо. Теперь вращение в коленном суставе. Коленный сустав – это наиболее сложный сустав в нашем теле, так как он двигается во всех направлениях. И у 80% спортсменов с ним проблемы. Значит, первое. Поднимаем левую ногу, начинаем вращать. По часовой, по наиболее большой амплитуде. Вторая нога. Теперь вставим ноги вместе. Ложим руки на колени. Выводим колено максимально вперед. И начинаем вращать. Никаких резких движений. Все под контроль. В одну, в другую сторону. По 10 вращений. И у нас остался голеностоп. Ставим ногу на носок. Вращаем. 10 вращений в одну сторону. 10 в другую. В одну. 10 в другую. Мы закончили разминку. Теперь нужно переходить к растяжке. Так как мышцы разогрелись, можно их потянуть. Начинаем с плечевого пояса. Данным движением мы тянем заднюю дельту. Все, то есть в растяжке, все движения мы держим по 10 секунд. Одну. Стараемся. Стараемся корпус держать ровно. То есть я не наклоняюсь. Не стою выгнутый. Стоим ровно. Теперь заводим левую руку за себя. 10 секунд подержали другую руку. Хорошо. Теперь запястье. Очень часто при выполнении жима люди держат запястье согнутым. И подвергают этот сустав травму. Поэтому его нужно очень хорошо растянуть. Теперь разводим ноги пошире. И наклоняемся. Стараемся дотянуться ладонями до земли. Теперь делаем выпад на левую ногу. В выпадах держим опорную ногу прямо ровно на стопе. Колено давим наружу. А сами проваливаемся внутрь ноги. Давим таз как можно ниже к земле. Меняем ногу. По 10 секунд постояли. Встали. И последнее. Встаем на наружную часть стопы. Тянем голеностоп. Особенно при любых беговых движениях голеностоп очень часто подворачивают. Хорошая подвижность в этом суставе предотвратит вас от травм. Последнее движение. Носок упираем в землю. И тянем. Один. Второй. Все. На этом основная разминка закончена. Разминаетесь, тренируйтесь. Хорошего вам дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА